привет всем вы на канале мой котодом и сегодня я вам расскажу про нашу пантеру изюм нашу изюмушку ее история появления тоже очень оригинально она перебегала дорогу перед салоном где работает наша дочь перебегала вот таким вот микроскопическим чертенком чуть не попала под машину машину тормозили девчата из салона и благодаря этому ее не задавили и поймали поймать ее тоже было не очень просто она совсем не ручная было скорее всего это дикий котенок дворовой кошки он был перепуган этот чертенок и поэтому его поймать получилось девчонки занесли его салон и позвонили нам ну дочь всегда звонит когда что-то происходит вот такое интересное мы заехали и нам пришлось выколупывать этого чертенка из кучи деревянных поддонов которые были отобраны и привезены для оформительских действий и обустройства вот она забилась туда мы кстати не знали кот это или кошка и довольно долго потому что когда котенок такой маленький хоть мы и такие прям кошатники но до сих пор сомневаемся когда рассматриваем что-то что там за хозяйство под хвостом котик это или кошечка и поэтому мы не знали до конца были не уверены кто это у нас оказался в руках оказалось пост это первая кошка которая оказалась в катадоле посмотрите какой это был такой чедушный чертеночек но тем не менее очень живенький очень шустый а вот тут уже девочка подросток скажем так и появился вот этот статный такой образ согласитесь желтые глаза начали проявляться шубка норковая появилась такая и уже не сравнить было с тем мелким скажем так шустрым пострелом изюма поступила у нас на обучение пансион имени дяди дома ну то есть томас и воспитывалась им до нынешнего времени вообще конечно самый дикий характер этого не она до сих пор как-то очень странно реагирует на то что ей может показаться агрессией она выпускает когти по поводу и без повода но в то же время она очень нас любит очень любит когда ее гладят но очень не любят когда берут на вот именно потереться чтоб погладили почухали по ушкам это это прям вот мы мы прям все растекали а на руки это 10 секунд и нам все нам уже не не уютно нам куда-то надо и мы можем даже прихватить поцарапать так что надо быть осторожнее как бы в этом плане а вот игривости нам не занимать по игривости супер кош и очень активная кстати она очень любит быть в гуще событий там что-то происходит участвовать скажем так воплощение не знаю тьмы наверно потому что только глаза у нас другого цвета в остальном мы черный черный черт но для разнообразия кота банде ну должен был быть черный кот в данном случае оказалась кошечка в обиду она себя не дает никому очень даже может на себя постоять до неразговорчивая никогда от нее не услышишь никакого мягко не она не болтуха у нас мурчу не ну я не даже сказать что я и этого не замечал когда я приехал тогда и выковырял еще из подгона она почему-то вот только у меня на руках уселась и притихла как-то чувствовала себя более-менее уверенно а вот когда наташка дочка права ее на руки это было так смешно не знаю почему она до сих пор иногда такое вытворяет она плюется я так понимаю что это она фыркает но смотрится смотрится я ощущаю это как будто она плюется вот такие прямо резкие такие пырками это не то что вот как коты шипят нет она именно трясет мордочкой издает вот такой фыркающий плюющий звук вот так вот она у нас на наташку изначально наверное она и не может простить что-то не дала ей перебежать дорогу не знаю куда она бежала видно ей было это важно но прибежала она в катодом так вот получилось феликсе она души не чая они все время вместе и сидят и лежат и любит она в него попереться папка названный да вот такой вот предводитель тех мелких воспитатель тут вот он еще такой задумчивый прям наверно не доел до часто мы уже вообще взрослые прям такие кошки куда деваться естественно мы стерилизовались причем в паре печенькой ну про печеньку еще будет история как я и обещал я буду продолжать цикл и каждом ролике будет по одному нашему фотоперсонажу жителю котодома сейчас изюмкина у нас очередь знакомства и продолжим про нее по поводу аппетита я бы не сказал что она прям обжора абсолютно нет но вот когда насыпаны миски она первая возле мисок и мордой оттолкнет кого угодно и феликса в том числе тут возле мисок уже у нас авторитетов немного скажем как ни странно подраться она любит своими братиками названными очень любит подраться да вот этими двумя братьями акробатиями которые у нас черно-белый и белый черно-белый не вот этот товарищ а тот который молодой расцветкой как корова беленький каспер пятнистая корова про которую тоже расскажу потом попозже вот пацаны у нас все болтливые все любят что-то пораспраздновать от изюм я никогда не слышал никакой истории только только хруст когда мы кушаем и плевки фырка это как выяснилось такая интересная особенность потому что больше ни у кого я такого не немножко она недолюбливает большой дом потому что там она как-то вот зажимается бегает все больше по углам особо нигде не приляжет поспать в основном так как ивничай может потому что мало он ею изучен не знаю ее как бы никто не ограничивает поэтому она сама выбирает теме и где заняться большой тыгдык она устраивает по дому а вот поспать никогда в нем не ложится и первой просится обратно в игровую чистюля всегда у нее шутка в хорошем виде всегда блестит умничка довольно таки хорошо она сложена красиво фаза гадкого утенка у нее была такая недолгая скорее она была страшненькая вот именно когда ее подобрали не было невнятная такая шерсть ну это вы видите поэтому сейчас она только хорошие девочка прям расцвела у их где у него попадаются одиночные белые волоски такое бывает у черных потов это не портит ее можно конечно их выщипывать но зачем вообще довольно мало видео у меня оказалось с изюмой наверное вот как раз потому что она не долго находится в большом доме а в основном я снимаю там все моменты а в игровой так еще не оборудовал я стационарную съемку пока не знаю когда я до этого доберусь но наверное все таки доберусь я планирую продолжить обустройство чтобы было побольше всяких затей левых мест и где можно разгуляться или нам рассказывает он думает по этому поводу толстяк толстяка по верхотурам тоже любит повозить поскакать как он прыгает я не знаю но наверно лапы сильные у хота так осваиваем удочку рыбку нравится такая штука вообще нам нравятся все игрушки правда мы в итоге ломаем разгрызаем но это нормально что еще можно грызть и желать орвать их когти у нее кстати ой 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 не раз был ею поцарапан это ужас прям такие иглы длинничные она их всегда держит в насоченном состоянии все интересуются что там у нас такое помощники помощник пришел интересуются у нас и шумша за углом свое мы никому не отдадим между тем у нас на канале подключилась монетизация наконец-то мы преодолели порог просмотра ну конечно это радует хотя просмотры нашего канала дают мне понять что заработок будет совсем небольшой но может быть когда-нибудь он и станет ощутимым и возьмет на свои плечи основной бюджет расходов кота дома а пока пока это только все в процессе но тем не менее если вы смотрите и видите что в ролике есть реклама значит все работает смотреть или не смотреть дело конечно ваше но знаете если вы ее смотрите не пролистываете то канал зарабатывает какую-то копеечку если вы ее не смотрите то канал ничего не зарабатывает в принципе я это делаю не для денег а для души таким образом пишется летопись кота дома я поэтому и постарался начать как бы с самого начала с самого начала когда-то у нас было долгое время скажем так только 4 кота а потом вот пошло как снежный ком нарастал я не говорю уже о тех кого нам удалось пристроить или просто помочь о них тоже были некоторые материалы которые были размещены в новостных роликах либо добавлены в ролики знакомства но вот мне еще есть о ком рассказывать без постоянных жильцов поэтому не стоит вопрос о чем придумывать следующие ролики за изюмкой изюмка первая скажем так из молодежи потом пошли котики и ее подружка и о них о всех будет конечно же самостоятельный ролик с подробным рассказом как и что кстати когти вы можете даже очень хорошо видеть на видео когда мы ловим рыбку вот эти сабли на черном фоне лапы очень даже хорошо просматриваются как-то у нас были мысли ее попробовать пристроить даже не то что мысли даже какие-то легенькие попытки потом заволновались мы что во первых она черная черным котам сами знаете какое бывает у людей отношение мы побоялись что ее заберут с очень нехорошими мыслями ну не судите строго но это бытует такое мнение что именно с такими животными проводятся какие-нибудь там обряды очень нехорошие в первую очередь которые заканчиваются нехорошо для самого животного особенно накануне всяких праздников скажем так в кавычках немного сатанистских тем поэтому мы решили что раз она нам вот так попалась и задержалась до своего совершеннолетия то в любом случае это наша кошка красавица вообще глаза у нее только ярче стали потихоньку янтарные такие что черные кошки прям вообще очень импонируют у нас у дочери черный кот а у нас черная кошка вот как то так и у нее тоже он кстати с янтарными глазами только он веслоух дочери тоже можно начать снимать фильмы о своих питомцах потому что она тоже потихоньку обрастает но это ее дело она пока не хочет этим заниматься а может и минус да вот лайс кстати подтвердил немного и ушел тут я вам немножечко немножечко вам видосиков про освоение кошачьей рулетки потому как все это было снято много раз в разных ракурсах ну и чтобы уже использовать все все полностью материалы решил я поставить и в этот ролик ну потому что это красиво и интересно ну и на манеже те же как можете видеть интересующиеся участвующие куся прям так вот осваивает что к чему зрители видите первые ряды заняты и вторые тоже тренер вот слева можно видеть наблюдающего тренера вот поменялся состав видите нападающих и защитников даже тренер стал играющим кстати рекомендую всем кошатникам такую игрушку конечно же зависит от темперамента вашего питомца но у нас большинство очень хорошо заинтересовалась этим девайсом пользуют вовсю единственное в инсте там писали люди что шарики вынимаются из этой пирамидки и причем вынимаются они оттуда катали могу подтвердить такие вынимаются поэтому надо вовремя проследить чтобы найти поймать его и вставить на место это не столь часто бывает и у нас почему то они вынимают только тот шарик который в нижнем ярусе не показывает вот верхние они нормальные вот куся решил посмотреть что там внутри да внутри там ничего ну на всякий случай заглянуть надо даже даже печенье проявляет интерес даже печенье а он хаспер как можете видеть наигрался и отвалил сторонку вот рыжий товарищ вообще по моему не слишком понимает что происходит есть у него такая особенность вайс со стороны наблюдает как положено взрослым товарищам вот воспитательный процесс от Тихона тут как бы все все четко по старшинству ну конечно в игровой форме Киша любит поиграть хотя и возраст у него уже выпадающий из молодняка ну а вайс может только ответить по ушам и погоняк кого-нибудь по дому с фирменным тыгдыком скажем так тыгдык никто не отменял правильно изюма обследует вот она вот так вот везде все обойдет все везде посмотрит порядок наведет вот вся вся банда рассредоточилась что куда за что ругаю изюмку частенько это за то что она обгрызает цветы но она знает что это нельзя делать и когда на нее прикрикнет в отличие от вайса она понимает вот вайсу надо вставать и показывать что сейчас получит по ушам если не перестанет эта парочка цветы не портит практически ну или скажем так замечены редко за этим занятием вот вот дай вот тебе по игру да у нас следующие кандидаты на персональные ролики да дойдет и до них очередь а пока они так в массовочке участвуют по-прежнему в планах у нас дооборудовать помещение для передержки кошачьих почему нужно именно отдельное помещение доделывать потому что мы имеем печальный опыт когда мы снежу лечили и от него вирус то ли с нами то ли через двери которые не плотные а межкомнатные окатыш чувствуют что там еще кто то есть и обязательно обнюхивают все щели вот не знаю как но подхватили они когда все этот вирусняк очень очень мало кто не заразился по-моему вот точно не болела печенька и боюсь боюсь ошибиться но по-моему все остальные болит легче и тяжелее это уже другой момент но такой конкретный вирусняк уже а лечить такую многочисленную катабанду тяжело особенно когда один на поправку а другой только заболевает и вот так вот по цепочке это вообще был кошмар если честно больше такого не хочется вообще поэтому вот эта карантинная зона просто необходимо чтобы брать помогать еще кому-то сейчас нас ждет новый обитатель подробнее расскажу об этом но он нас уже ждет просто там товарищ которого очень страшно возвращать на улицу он совсем не для улицы он пропадет так что он сейчас идет на передержке прививается потом мы его заберем и уже дальше забота о нем ляжет на наших ключах а вот коробки с бельками или не с бельками когда будут попадаться их необходимо будет приносить в карантин и вот это моя задача будет сразу же после до оборудования игровой я приступлю к отделке этого дополнительного помещения придется оттяпать кусок от гаража конечно не очень не очень мне это как автомобилисту до сердца но больше выжать эти квадратные метры не отсюда а их должно быть ну хотя бы хотя бы я не знаю хотя бы там каких-то 3-4 квадратных метра для удобства а вот как вам момент это мы подгадайте что делать пишет что ты делаешь мы пьем воду нам так интереснее мы лапкой вот аристократы да что вам не нравится ну пью я воду вот вот и подсматривает все вот второй подход вот мы левой лапой пили теперь попьем правой заодно и руки помоем как говорится вот скажите что глупый кот да иногда мне кажется что он самый умный вот этот тегруля в белых носочках и в белых перчатках вот мы за собой капельку и чем-то о видите дурной пример в данном случае может и не дурной но заразительно надо и себе попробовать что к чему вот пожалуйста предводитель все я кота банды пришел посмотреть ну он шушу воспринимает очень хорошо поэтому наверно решил что суша плохому не научить вот Томаса давно как бы не было на экране решил напомнить о том что есть такой у нас главный директор да хоть и посягают скажи свергнут но я им как говорится живым не дам настоящий фальф и вот так мы тоже умеем мы по-прежнему играем хоть мы мужчины в расцвете сил но как говорят мужчины это вообще вечные дети у них только игрушки дорожают да Томас и поэтому я тоже люблю поиграть причем заметьте как правило в одиночке ибо не гоже царю вот это с челядью там путаться мы даже кушаем желательно сами никто нам не портил аппетит да Томас да кстати скажи а что это я пойду ка я покушаю размялся правильно правильно захотелось пожалуйста и вот смотрите когда все наигрались настал черед царя ну правильно мы знаем что с этим делать вот так это раз два если другие пробовали что к чему умные коты вообще в курсе дела породу и никуда не денешь самая лучшая порода для людей вот серьезно лишнего не спросят как говорится проблем никаких не создают а нет линяет вру линять все равно линяет что тут поделать можно перчаткой вычесывать кстати эффективно это легче знаете перчатки с силиконовым ладошкой силиконовой хорошо работает но линька то она не круглый год весной и осенью можно поприлизывать варежки скажем так вот так что у нас даже скажем так аксакалы довольно таки активные и игрушки любят и признают залип залип товарищ залип я не знаю сколько он так мог поиграть никто же не не воспрещает играть сколько хочешь причем заметьте ему нравится именно почему то вот это вот этот именно средний ярус вот красненький ему вот не какой-то там другой мы себе выбрали и будем гонять это да, Томас? ну а вот немножко то ли хулиганство то ли помощи ну вообще это конечно обследование да вот Суша решил что лежит не так это надо переложить потому что неаккуратненько скажи как-то Томас у Томаса больше Суха почему-то интересует а может и не Суша ну в общем да вот так вот мы любим пряжу любим любим исследуем а коробочки от пряжек как мы любим это знают уже все да вот обед у товарищей которые во дворе вот этот вот подросток это гость он соседский но очень любит навещать заходить к нам в гости к Дашику как можете видеть Дашик его вообще не пропали те кто к нему приходит с добрыми намерениями от него могут только угощение получить он даже с псом соседских друзей и кошечка приходит соседская тоже в гости а вот соседский кот который посягает на его интересы какие с ним драки об этом я расскажу уже как-нибудь потом когда покажу вам именно виновника возбудителя всех этих скажем так боевых действий ну а пока вот релакс от Вайса Куси ну Куся вообще у нас так вот так мне удобно вот так львеночка чуть-чуть пообнимать Ой Сема не знаю мысли Семы никто не может прочитать потому что все на такой один ну на этом я с вами пока подосвиданька и до следующих выпусков спасибо всем пока пока и